Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии, в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. Следственный такой опасный отдых на воде. На Ижевском пруду погибли трое, на каме пропали двое. В МЧС говорят о создании новой спасательной службы. Три дня без воды в Болезино только сегодня устранили аварию на водопроводе. Почему местные власти не исключают новой? Добрые люди, они сдают свою кровь, чтобы другие могли жить. Почетных доноров Удмуртии наградили. 76 тысяч человек отметили День России и День Ижевска. Самые яркие моменты праздника покажем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих человек на Ижевском пруду. Происшествие случилось в ночь с 12 на 13 июня в районе кафе «Робинзон». Есть там причальное устройство, пирс, бетонное, так сказать, строение, может так говорить, или сооружение. Ну вот в условиях ночи они столкнулись с этим сооружением. Катер зарегистрирован, проходил техническое свидетельствование. Хозяина лодки права были, а кто был за управлением, мы пока таких сведений не имеем. Но это все ведет следствие. Из пяти пассажиров выжили двое. По версии следствия они были нетрезвыми. Накануне случилось еще одно происшествие на Каме. В Сарапольском районе грибная лодка опрокинулась. В ней тоже было пять пассажиров. Двоих пока найти не могут. За гибель людей на воде должны отвечать и муниципальные власти. Сегодня об этом заявил начальник главного управления МЧС Подмуртии, докладывая Александру Соловьеву о трагедиях на Ижевском пруду и Каме. В этом году смертность в республике выросла. Цифры озвучил министр здравоохранения. В чем причина, расскажем. Восемь взрослых и трое детей утонули на водоемах Удмуртии. Окупальный сезон впереди, докладывает генерал Фомин главе республики. У нас 250 водоемов облюбованы отдыхающими, а официальных пляжей 19. До праздников ни один комиссия не приняла. После праздников две новые трагедии. Главный спасатель напоминает обеспечить безопасный отдых на воде – задача муниципальных властей. До сих пор на сегодняшний день у нас нет аварийно-спасательных формирований, муниципальных образований, таких как Камбарка, Пудем, Можга. Я считаю, что мы здесь надзор над республикой, над муниципалами осуществляем недостаточный и будем принимать все меры к главу муниципальных образований, где не будет обеспечен летний отдых на водоемах. Петр Фомин предлагает создать спасательную службу с отделениями в районах, чтобы охватить максимальное количество мест отдыха у воды. Александр Соловьев уверен, вопрос серьезный и назначает отдельную встречу. Тревожных поводов добавляет и глава Минздрава. На 4% в этом году в республике выросла смертность – 13 случаев на 1000 человек. Рождаемость в плюсе только в 9 районах, больше всего в Завьяловском. Там же самый низкий показатель смертности, самый высокий – в Ярском. Сердечно-сосудистые заболевания – одна из главных причин. В республике работает специализированная сеть из пяти сосудистых центров. С начала года в них госпитализировано более 2,5 тысяч человек. В целях совершенствования медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями в текущем году планируется завершить строительство терапевтического корпуса Можгинской районной больницы, на базе которого будет открыт еще один сосудистый центр. На его оснащение в соответствии с порядками оказания медицинской помощи необходимо 68 миллионов рублей. Естественно, конечно, задача стоит в Можгинскую больницу ввести во что бы то ни стало в этом году. И это мы будем поддерживать. И еще глава Удмуртии сегодня посоветовал жителям республики не игнорировать диспансеризацию. 113 тысяч человек уже проверили свое здоровье. У каждого второго выявлен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Зато теперь они под контролем врачей и риск этот могут минимизировать. Марина Барь, Юрий Егоров, телеканал Майя Удмуртия. А жителям Болезинского района вернули воду. Авария на местном водопроводе случилась еще 12 июня и фактически все выходные. 16 тысяч жителей райцентра и еще трех поселков ждали, когда закончится ремонт. Подвоз воды был организован. А сегодня в Болезинской администрации сообщили, что авария ликвидирована. Правда, ее последствия жители будут терпеть еще как минимум неделю. До четверга закрыли пока пришкольные лагеря в поселке Болезино. Закрыли садики на одну неделю до 22 числа. В среду, в четверг проведем дезинфекцию. В четверг вечером возьмут анализ. И в пятницу уже будем знать о состоянии воды в водопроводе. Болезинцам пить воду из трубопровода пока запретили в Роспотребнадзоре. Нужно полностью продезинфицировать трубы со сливом всей магистрали. Поэтому питьевую воду будут возить до конца недели. Эксперты сделали неутешительный вывод. Если не заменить насосное оборудование, авария может повториться в любой момент. Индустриальный парк может появиться в Камбарке вместо завода по уничтожению химоружия. Правительство Удмуртии и Министерство промышленности России готовы подписать соглашение о сотрудничестве. Это позволит передать имущественный комплекс завода на баланс республики для последующей реализации инвестпроекта. После завершения там всех санкционных работ может начаться выпуск мирной продукции. Есть инвестпроект. Это по созданию промышленного парка по производству нефтегазовой химической продукции. В том числе продукции в рамках импортозамещения, которая фактически на территории России не производится или производится в ограниченных количествах. То есть продукты газохимии, различные присадки. Пока таких проектов два, но не исключено, что появятся и другие. Главное условие это создание рабочих мест для жителей Камбарки и учет мнения общественности. Кстати, предыдущий проект по переработке отходов местные жители не поддержали, и поэтому процесс поиска инвестора продолжается. До конца июня в Удмуртии завершится муниципальный конкурс по выбору управляющих компаний. Напомню, около 500 многоквартирных домов республики остались без обслуживающих организаций, которые не смогли пройти процедуру лицензирования. Собственники домов и сами могут выбрать себе новую управляющую компанию. Что важно учесть, расскажем. Еще пять лет назад дом номер 48 по улице Лихвинцево был в аварийном состоянии. Сегодня он образцово-показательный. Это результат того, что в совете дома своевременно решили сменить прежнюю бездеятельную управляющую компанию. В конце 10-го года, с 1 декабря 10-го года мы перешли в сети сервис. Сразу же с помощью этой управляющей компании мы попали в программу капремонта. Работа предстояла трудоемкая. Здание старое, построено полвека назад. И, как говорят жильцы, последние 20 лет ничего в их доме толком не делалось. Стояки, ХВС, ГВС, канализация требовали капремонта. Кровля вся бежала. Были затоплены практически все подъезды. После капитального ремонта дом преобразился. В подъездах сейчас тепло и сухо. Произведен также текущий ремонт. Поменяли двери и окна, почтовые ящики. Большая заслуга в этом председателя совета дома Елена Алищевой. Она бессменная, уполномоченная между собственниками и управляющей компанией. Строго следит за порядком в местах общего пользования и на прилегающей дворовой территории. Нас все устраивает. У нас своя закрытая парковка. Все заасфальтировано в доме очень чисто, хорошо. Во дворе видеокамеры. Комнату наблюдения оборудовали в подвале. Здесь же находится индивидуальный тепловой пункт. Жильцы дома не страдают от сезонного отключения горячей воды. К тому же отопление могут включить самостоятельно при наступлении холодов и регулировать подачу тепла в квартиры. Модернизировали уже за свои деньги. Мы сделали регулируемую подачу тепла. А зависит от температуры окружающего воздуха. Управляющая компания ежегодно отчитывается перед собственниками за проделанную работу. Сейчас в планах ремонт фасада дома и обустройство парковки. Не доглядели. 13 детей погибли в Удмуртии в результате несчастных случаев. На воде, в пожарах, от отравлений. Большинство происшествий случилось из-за недогляда взрослых. Например, дети падают из окон. Уже три случая за лето. Вот эти три случая, они, к счастью, закончились для детей. Но не скажу, что благополучно. Но, по крайней мере, не закончились гибелью. Но, тем не менее, малолетние получили серьезные травмы. В Октябрьском районе произошел случай, когда несовершеннолетний, малолетний, фактически 2012 года рождения, выпал из квартиры. Причем, около четырех часов его обнаружили. Значит, получил травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. В региональном управлении Следственного комитета сегодня собрали пресс-конференцию, чтобы через СМИ еще раз обратиться к взрослым. К тому же, сейчас особо опасное время. У детей каникулы, и многие предоставлены сами себе. В Удмуртии алименщиков объявили в розыск. Судебные приставы обещают фотографии отцов и матерей, уклоняющихся от содержания детей, развешивать в людных местах. Главный судебный пристав республики уточнил, пока в Ижевске только два информационных стенда на ЖД и автовокзалах. Но уже скоро увидеть фотографии бессовестных родителей можно будет и в магазинах. Сейчас еще будет размещаться информация о стендах наших в двух больших гипермаркетах. В прошлом году мы таким способом нашли порядка 46 человек. Ильнур Махмутов сообщил также, сегодня в Удмуртии более 11 тысяч алимента обязанных граждан. Около 5 тысяч от выплат уклоняются. В отношении алименщиков возбуждено 470 уголовных дел. 40 человек получили реальные сроки лишения свободы. 15 тысяч доноров республики. И все те, кто своей жизнью и здоровьем обязан неизвестному человеку-донору, праздновали накануне Международный день донора. А сегодня служба крови республики отметила лучших региональных доноров. На счету каждого более 80 кроводач. Елена Реверчук о добровольцах. Обернувшись внезапно на улице, узнал почетного донора. Он со мной поздоровался. Спустя 2 суток я увидел его здесь. Случайных людей здесь не бывает. Почетных доноров врачи знают в лицо и по имени. И в Международный день донора добровольцев здесь чуть больше, чем обычно. На счету Вячеслава Кумаева более сотни кроводач. Празднуете? Празднуете. Вот сегодня кремя. Положено. Еще раздавать кровь. Рекордсменов по количеству кроводач и объемам наградили. Все трое победители конкурса «Лучший донор-2014» из Ижевска. Дмитрий Наговицын, один из самых молодых доноров, сдал кровь и плазму почти 150 раз. На счету Марины Обрезковой, донора с 20-летним стажем, 3,5 ведра крови. Ну, если могу кому-то помочь, и кого-то спасет моя кровь, я очень-то рад. Людмила Коробейникова – медик. Ей на личном опыте пришлось узнать ценность крови и плазмы. У меня заболел родной дядя острым лейкозом. Попал в гематологию. На тот момент с кровью проблемы были. А у нас с ним была одна группа крови первая. И я как бы начала для него сдавать. Сейчас у нас уже в течение 5-7 лет доноров родственников не требуем так жестко, как было раньше. В основном это у нас кадровые доноры, плюс доноры, которые сами изъявили желание, не сдают кому-то либо конкретно, а просто сдают кровь. Это вот самый лучший вариант. Чтобы обеспечить все лечебные учреждения республики, экстренные службы, гематологию, травму и роддома, Центр переливания крови делает до 30 тысяч процедур в год, в том числе и на выезде. На этой неделе службу крови ждут доноры Глазова и Малой Пруги. Елена Реверчук, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». В Ижевский день России отметили митингом у монумента дружбы народов. К горожанам от имени главы Удмуртии обратился председатель правительства Виктор Савельев. Мы пришли к этому монументу, чтобы еще раз выразить свою любовь к России. Стране, в которой мы живем, в которой растут наши дети и внуки. Стране, с которой мы связываем свое будущее. Чуть больше месяца назад наша Родина отметила юбилейный день Победы. Священный для всех поколений символ народного подвига. И как никогда за последние годы мы ощутили свою сплоченность. Убедились, что нынешнее единство российского общества совсем не пустые слова. После живого исполнения гимнов Российской Федерации и Удмуртийской Республики ижевским подросткам, достигшим 14 лет, торжественно вручили паспорта. Глава правительства и главный федеральный инспектор Дмитрий Мусин пожелали ребятам с достоинством нести гордое имя гражданина России. 255 лет со дня своего основания отметил Ижевск 12 июня. Театрализованное шествие «Один город, одна история» объединило металлургов и швей спортсменов и артистов. Ксения Мороз расскажет подробнее. 27-й раз день города в Ижевске стартует на плотине у памятника Андрею Дерябину. С него началась история ижевского оружия. Почетный гражданин Ижевска, историк Евгений Шумилов, говорит уже о победах мастеров того времени. Вот эта замечательная башня, которая за вами, она как раз и является символом побед русского оружия. На ней был русский двуглавый императорский орел, который попирал французских одноглавых орлов. То есть это вот наша история, наша гордость. Нынешним руководителям города подносят чаши с родниковой водой в знак щедрости края. Ижевску сегодня 255 лет. Он продолжает свою историю и насчитывает 642 тысячи жителей, говорит глава города. Мы гордимся нашим городом, любим его, потому что здесь живут удивительные люди. Люди-созидатели. Все, что мы видим сегодня здесь, построено руками ижевчан, несколькими поколениями. Праздник с плотины перетекает на главную улицу города. Ижевчане устроили на Пушкинской театрализованное шествие. Один город, одна история. Этот девиз объединил детские художественные коллективы и представители предприятий и организаций. Сталилитейная, машиностроительная, легкая промышленность, спортивная и развлекательная сфера. Это шествие стало праздником единства. Это когда собираются, да, это праздник собираются все вместе, весело празднует. Здесь тепло, души тепло. Потому что это дом, вот это вот дом. Я много где была, но вот когда вернулась обратно, я поняла, что вот это вот мой дом. Добрый, красивый, открытый для всех, гостеприимный. Все самое лучшее, и люди здесь самые замечательные. Вот посмотрите, на небе тучи, а на душе у людей солнце. Вот за это и можно любить город. Целый день по всему городу работали спортивные и развлекательные площадки. В Березовой роще прошел национальный праздник Удмурта в Гербер. В праздничных гуляниях в День города приняли участие почти 76 тысяч человек. Сеня Мороз, Василий Хохряков, телеканал «Майя Удмуртия». Красивым аккордом в праздничной программе Дня города стало выступление хора Турецкого. Популярный коллектив дал двухчасовой концерт на Центральной площади. Только известные хиты и любимые песни нескольких поколений. Артистам подпевали тысячи зрителей. Это большой музыкальный проект, с которым хор Турецкого побывает во многих регионах. А ежевчане первые увидели премьеру. Кстати, в столице Удмуртии хор Турецкого планирует вернуться в конце года с юбилейным концертом. В этом году коллектив отмечает 25 лет и удивить ежевчан спеть песню на удмуртском языке. Мы обязательно, тогда, приехав на юбилейный концерт, споем какую-то изысканную акапеллу. Может быть, с бурановским бабушкой посоветуемся, чтобы такое спеть. Да, чтобы удивить, чтобы порадовать. И на этом все. Удачи и до встречи. Миньоны на лимузине «Принц и принцесса на белоснежной карете». Герои известных блокбастеров и популярных мультфильмов стали участниками театрализованного шествия в Вежевске «День города». С днём рождения Вежевск! Еще до начала карнавала колонну Киномакса атакует армия поклонников. За фото в компании миньонов, героев популярной анимационной комедии, даже взрослые живчане становятся в очередь. Как у тебя дела? Волшебный мир детства дарят нам любимые герои сказок и мультфильмов. Вас приветствует кинотеатр Киномакс. Мультгерои на площади сегодня и в Киномаксе также реалистичны. Сеть кинозалов обзавелась новой системой цифрового кинопоказа. Благодаря технологии «Реал-Д 3Д» зрители теперь могут испытать эффект полного погружения в фильм, добавят острых ощущений в подвижное кресло. Мы любим своих гостей и стараемся их постоянно удивлять. Вот буквально в прошлом году мы установили подвижное кресло «Дибокс». Это как аттракцион, поэтому часть фильмов можно смотреть и реально ощущать те же чувства, которые испытывает главный герой фильмов. Если герой едет на мотоцикле, кресло двигается так же, как будто бы ты едешь на мотоцикле. Новые технологии установлены в цифровых залах Киномакса. Оценить их ежевчане смогут и на одной из самых ожидаемых мультпремьер. Миньоны, судя по всему, пройдут с аншлагом. Они такие желтые. Да, очень милые. Киномакс приглашает ежевчан оценить новую реальность кино в торгово-развлекательном центре «Талисман». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова